Казахстанская ипотека одна из самых дорогих в мире. Наша страна оказалась в десятке антилидеров по величине годовой процентной ставки на жилищные займы. В общей сложности в ипотечный рейтинг крупнейшей аналитической базы данных Намбео вошло 97 стран. По данным экспертов, самые выгодные кредиты на жилье в Японии, Тайване, Люксембурге, Швейцарии и Финляндии ниже 3%. При этом Китай занял 38 место в списке, а Россия – 79. Казахстан оказался на 88 позиции в рейтинге с годовой процентной ставкой почти в 16%. Дороже ипотека оказалась в Украине, Белоруссии, Узбекистане, Иране, Турции, Венесуэле и Аргентине. Не так давно численность населения нашей страны достигла 20 миллионов человек. При этом на одного жителя приходится 23,5 квадратных метров. В республике есть ощутимая потребность в жилье и ипотеке. Это едва ли не единственный способ им обзавестись. Отмечу, что средний размер займа в Казахстане составляет порядка 12,5 миллионов тенге, а срок кредитования 5-7 лет. При этом экономисты говорят, что коммерческая ипотека в стране составляет лишь 20%. Все остальное – льготное кредитование по госпрограммам. 20% коммерческой ипотеки, да, она дорогая. Это неправильно, что основное у нас предложение ипотеки обеспечивается за счет льготных государственных средств. Это в любой нормальной стране. Это должны быть банки второго уровня, частные деньги. Но ситуация такая, что у нас ставка базовая очень высокая, и кредитовать по ставке ниже банкам невозможно. Но нам обещают из года в год, что базовая ставка будет снижаться за счет снижения инфляции.